Приветствую вас! Знаете, я вам хотел бы сказать следующее, что вы пошли немножко не по тому пути, которому следовало. То есть, я не собираюсь заниматься морализаторством, да, я не собираюсь заниматься какими-то такими высказываниями, типа, что то, что вы делаете, это аморально и так далее и так далее. Нет, этого я делать не буду. Вот, я хотел бы сказать, на самом деле, немножко другое. То есть, что, если вы хотите, как бы, разнообразить свою жизнь, сексуальную, да, то в этом, в общем-то, плохого ничего нет в том, что вы хотите это сделать. Вот. Но проблема в том, что у вас была, условно говоря, такая травма, вот, ну, в результате измены, да, вашей жены. И вы как-то вот этот момент не прошли, вы этот момент как-то не проработали, вы этот момент как-то для себя не определили. Вот. То есть, вы не закрыли эту тему, вы не проработали травму, условно говоря, свою. Вот. Которая у вас есть в результате измены жены. Вот. И все ваши последующие действия, они касаются именно, по моему мнению, по моему мнению, они касаются реакции именно на, именно на то, что она вам изменила, на попытку, на стремление, на желание, как-то разочароваться в ней. То есть, все, что вы делаете сейчас, это для того, чтобы подтвердить себе, что она, дескать, вот, какая-то такая, что она, дескать, вот, какая-то не такая, что она, там, может, там, может, там, ну, как это действие совершить, совершить, да, вот. То есть, все, мне кажется, это происходит, происходит эта обида. Вот. Вот. И вот это на самом деле очень опасное соединение, когда вы соединяете, к примеру, свои какие-то желания, да, вот, и, соответственно, обиды на нее, да. Например, вот вам хотелось убедить себя, что она не святая, а почему вы изначально, например, решили, что она святая, да, то есть, по какой причине вы решили, что она может быть вообще святой, да, то есть, какие моменты на это указывали, ну, то есть, вопросы у меня, они вот такие к вам. Таким образом, выручить вас можно только проведя либо индивидуальную, либо семейную консультацию с вами обоими, рассмотреть то, как вы относитесь к измене, не просили ли вы друг другу, потому что вы говорили, что у вас какое-то чувство от нее исчезло, да, непередаваемое, то есть, вы перестали, возможно, ей восхищаться так, как это было раньше, и, возможно, может быть, что-то еще произошло. Вот, то есть, все эти, эти действия, они, эти действия, они должны быть разведены. То есть, эти действия должны развести. В этом мне видится основная проблема. Что касается того, что вы предлагали ей грубовой секс, ну, опять же, такое впечатление, что, когда она вам изменила, вы разрешили себе это сделать. То есть, у вас была какая-то вот давнишняя мечта, да, вам это нравится, вам этого хочется, хотелось точнее, вот, но вы себе это запрещали, потому что ваша жена была идеальной, и вы знали, что она идеальна, и так далее. Поставка канала не изменила, вы перестали считать ее делать, вот, и теперь у вас появилась легальная возможность, по вашему мнению, легальная возможность реализовывать все свои, все свои какие-то вот желания, да. Вот, опять же, это говорит о вас, только то, что вы как-то, ну, склонны себя подавлять, склонны себя зажимать, и так далее. То есть, это история, опять же, про вас, не история про... про вашу жену. Вот. Дальше. Дальше. Как вы думаете, не приведет ли все это к разрыву наших отношений может, если вы не отделите сексуальную жизнь от жизни духовной между вами? Она не... он не хочет давать свой номер, эм... так, он не хочет давать мне свой номер телефона, якобы все вопросы, действительно, через ней. Я не напрашиваюсь, просто, я думаю, что раз у нас такие отношения, что люди доверяют, мы должны друг другу полностью, нет, не должны друг другу полностью доверять. Вы... эм... просто участвуете, как бы, в сексе, и все, телефоном отдавать не должны. Мне кажется, что они и до того вечера, эм... либо уже спали друг другом, либо откровенно, как видны, члены нам не говорят. Это, скорее, подозрение, ваша неуверенность в себе и страх. Вот, опять же, заметьте, эм... вопроса... Как такового, вопроса нет здесь. И во втором и третьем пункте вопросов нет. Эм... дальше, может найти еще одного М, заняться с ним, эм... сексом втроем, без ее шефа, а потом сравнить ее отношения к тому другому, а зачем? Зачем? Для чего? Ну, вы не хотите это сделать, потому что вы не уверены в себе. Вы не хотите это сделать для того, чтобы создать что-то для себя. То есть, по факту, вы используете свою жену сейчас для того, чтобы, эм... реализовать свои, опять же, страхи, да, свои, опять же, переживания и так далее, вот. Ну, то есть, это... довольно эгоистично. Вот, еще раз повторю, разберите тему свои... эээ... темы измены. Вот разберите, пожалуйста, тему измены. Вам нужна, на эту тему как-то, как нужно поработать. Со своими чувствами разберитесь. Эээ... то есть, из-за чего, почему, по какой причине вы... предлагали ей групповой текст, почему вы позволили ей там спать с другими мужчинами, почему... сами участвуйте в этом. То есть, вот, все вот это вот разберитесь с собой. А дальше, все более четкая будет у вас, эээ... позиция по... ну, по вопросу... отношения с женой. Ну, и вы пишите, выручайте, а... как бы, от чего выручать? То есть... непонятно, опять же, да. То есть, вот, можно вам порекомендовать это, но будете ли вы делать это? Что за другой вопрос? Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр!